Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению браслетов из метной проволоки. Нам понадобится проволока от электропроводки с данной маркировкой. Очищаем проволоку от оплетки и с помощью круглогубцев делаем петлю на конце проволоки. Переставляем круглогубцы к основанию петли и сгибаем проволоку под острым углом. Переставляем круглогубцы, отступив от острого угла 1 сантиметр, и сгибаем проволоку под острым углом. Снова отступаем 1 сантиметр и сгибаем проволоку под углом. Оставляем конец 5 миллиметров и откусываем проволоку. На конце образуем петлю. Для создания жесткости звено отбиваем на наковальне. Теперь разворачиваем петлю на 90 градусов. Для создания удлинительной цепочки отмеряем 3 отрезка по 28 миллиметров и скручиваем 3 восьмерки. Изготавливаем также крючок и подвеску. Все детали отбиваем на наковальне и конец крючка зачищаем напильником. Теперь можно приступать к сборке браслета. Для изготовления второго браслета отмеряем 3,5 сантиметра проволоки. Находим середину и сгибаем под углом. Оба конца закручиваем внутрь, образуя петли внутри сердечка. Чтобы изготовить колечки, накрутим проволоку на гвоздь толщиной 3,5 миллиметра. Раздвинем витки пружинки и разделим ее на колечки. На моем канале вы можете найти различные техники изготовления браслета. В конце видео я размещу некоторые образцы. Начинаем сборку браслета, соединяя сердечки колечками. Делаем чернение парами аммиака. Как делать чернение, смотрите подсказку. Шлифуем браслет войлочной насадкой с использованием полироли. Затем промываем в мыльном растворе. В Ветхом и Новом Заветах фигурирует имя человека, который не увидел смерти, а был чудесным образом взят Богом. Новый Завет говорит о том, что этот человек был рожден в седьмом поколении от Адама, то есть в допотопные времена. Он был пророком и возвещал людям о грядущем Божьем суде над нечестивыми людьми. О них пророчествовал и Енов, седьмой от Адама, говоря, «Сеидет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Верую, Енок переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздают. Если Вам понравилось видео и было для Вас полезно, не забывайте поставить лайк, написать комментарий или поделиться им со своими друзьями. А я на этом с Вами прощаюсь. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры подогнал «Симон»!